Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников Луи Жан Франсуа Лагрене. Французский художник, ученик Ван Лоу. Старший брат Жан Жака Лагрене. Художник Луи Жан Франсуа Лагрене, по прозвищу Старший, родился в декабре 1724 года в Париже. Получив в 1749 году от Парижской академии художств большую, так называемую Римскую премию, провел три года в Италии и по возвращении в Париж был приписан к академии. В 1755 приняты ее действительные члены, а в 1762 году стал профессором. Лагрене был вдохновлен Болонской школой, в частности работой Мгвида Рени и Франческой Альбани. Женился на Ане Агате Инсна в 1758 году. По приглашению императрицы Елизаветы Петровны прибыл в 1760-м. Петербург получил титул придворного живописца и занял в Санкт-Петербургской академии художеств место профессора-преподавателя исторической живописи. Но, однако, недовольство петербургской жизнью и, по-видимому, несогласие с Шоуаволом, выделил его через три года возвратиться в Отечество. Я цитирую Википедию. В 1781 году был назначен директором Французской академии в Риме с титулом адюнкт-ректора Парижской академии из пенсии, пожалованной ему королем за картину «Малабарская удава». Революция лишила его как этой должности, так и пенсии. Но надо сказать, что Наполеон I дал ему Орден Почетного Легиона и назначил почетным хранителем и администратором Наполеоновского музея. Писал исторические картины, различные аллегории, занимался портретами. Из его многочисленных картин, большинство которых воспроизведено в гравюрах, достаточно указать на похищение Деи Ниры, находятся в Лувре, купание Дианы, Дижонский музей, грации, надевающие цепи на Амура, Маршельский музей. Четыре картины находятся в России, в музее Академии художеств. Лот с дочерьми, гравировщик Скородумов. Дочерняя любовь, римлянки, гравировщик Серебряницкий. Суд Париса. Империатрица Пелина Петровна, покровительница искусств. Эти работы находятся у нас в России. Получил прозвище «Французский Альбани» и за сходство его работ с работой Франческо Альбани. Элегантные картины Лагрене с классическими и филологическими сюжетами получили высокую оценку от его современников и были высоко оценены коллекционерами. Хотя великий критик Дени Дидро отметил, что талант Лагрене лучше всего подходит для небольших кабинетных картин. Чем больше холст, тем меньше его таланта. Умер художник в 1805 году, похоронен в Париже. Помимо картин, в собрании музеев имеется множество рисунков Лагрене. Композиционные эквизы для живописных творений, а также натурные студии, которые должны были служить образцом для его учеников. В собрании Государственного русского музея имеется 47 рисунков Лагрене-старшего. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня немножко мы узнали о Луи-Жан-Франсуа Лагрене, или как его называли, художник Луи-Жан-Франсуа Лагрене по прозвищу Старший. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok